В таком парфюме, как опиум, хотя название само на опиум, кто слышал про... нет, но он давно такой, как Шанель. А кто сказал, что выводить из психоза будет легко? И никто же не бросит литрами на себя это все. Вы видели, она капелькой воспользовалась, так вся электричка возбудилась. Потому что, когда оно настоящее, то это... причем против воли людей, они же даже приблизились, не понимая сами зачем. То есть вы как парфюмер тот из известной истории, людей к себе привлекли. Так вот, коллеги, по поводу опиума. Само название этого парфюма, опиум, сразу вам, как астрологам, говорит, что это тема Нептуна. Правильно? Ведь опиум это наркотик. Наркотик и опиадмы, они же так и называются, морфины, кодеины, героины. Они же и есть, это и есть опиумы. То есть это тяжелые, вот вы сейчас сказали тяжелые духи. А ведь вы сказали невольно, как нарколог, тяжелые наркотики. Никто не говорил, что будет легко. И вот этот опиум, он нужен не как духи, а он нужен как способ стабилизировать, как лекарство. Стабилизировать свое психическое состояние. Стабилизировать свое психическое состояние. Вот для этого нужен опиум. А как он появился? Он, кстати, уже есть целая линейка, есть такой опиум, такой они, да, да, целая линейка создана опиумом. Но мой рассказ о создателе, о создателе этого уникального парфюма, опиум создал один из выдающихся. Но он не парфюмер на самом деле, он дизайнер и модельер. А в арома тему он попал случайно, но новичкам всегда везет. Так что у вас в арома области большие перспективы. Имя этого француза Ив Сен-Лоран, я уверен, что это имя все слышали. Вот не включая его гороскоп, если вы не пропускали занятия. Ну вы мои мысли читаете уже на расстоянии. Ну конечно в Альве, где же еще? У кого из вас Венера в Альве? Вы должны быть самыми передовыми специалистами в арома теме. Венера, Венера в Альве. У Ив Сен-Лорана, я просто хочу вам показать, как пришла к нему эта идея. Идея создания опиума, она появилась не случайно. И вот этот самый опиум, который стал визитной карточкой модного дома Ив Сен-Лоран, его надо использовать совершенно так вот, как мы масла. То есть буквально по капельке, буквально по капельке, как будто это не духи, а арома масла. Потому что если начать, конечно, там, ну, как бы, орошаться, разумеется, и эффекта такого не будет. Это как наркотики, есть понятие передозировка, от которой убирают. То же самое. Опиум, это скорее вещь... Ну что, отменяем следующую поставку. Будем, давайте посмотрим теперь, как Ив Сен-Лоран к этому пришел. Ему помог его собственный гороскоп, его собственная натальная карта. Давайте ее посмотрим и попробуем провести для себя такую же процедуру. Вот я вам говорил, что это мыло не просто по утрам мыть лицо и руки, это нечто другое. Это как аналог эфирного масла, это мыло, которое содержит могру. Она есть у нас в списке, могра. А для чего это нужно? Это нужно в тот день, в тот день, когда человеку предстоит превзойти самого себя. День сдачи ЕГЭ, день выпускных экзаменов, не только по Меркурию. День творческого конкурса, день спортивного соревнования. Могра помогает человеку подняться над самим собой. И могра, как один из компонентов, входит в опиум. Ну, я вам рассказывал, что современные парфюмы, там ни один, ни два, там сотни набодяжено всего-всего-всего. Чуть ли не бери весь список и все это смешивай. Так вот, могра входит в базовые ноты опиума, потому что цель могры подняться над собой. Это в тот день надо использовать это мыло для умывания, когда человеку предстоит какое-то важное, ответственное мероприятие. Экзамены, конкурсы, какие-то выступления, да даже тот же день свадьбы, потому что это очень волнительно и ответственно, и вообще тяжело. Таким образом, могру надо использовать, если человеку в этот день предстоят какие-то ответственные мероприятия, и он, как говорят, должен превзойти себя. Вот его в этот день надо намылить мокрой. Это вариабельно, но как минимум верхнюю часть, да. Как минимум верхнюю. Или... Да, и не могу, а так и надо сделать. Так и надо сделать. Конечно, могра помогает человеку подняться над самим собой, в смысле показать сверхрезультат, который в обычные дни он не показывает. Прыгнуть выше головы. Прыгнуть выше головы. Абсолютно правильно. Могра помогает нам прыгнуть выше головы, и перед уходом еще брызните там или напасть капелькой опиума. Вы поняли, что этот парфюм надо как лекарство, как арома масла, а не как духи держать и в Сен-Лоран. Ну, конечно, настоящее, а не как все сейчас наполовину разбавленное. Но это вы уже сами приобретете. Я про опиум. Чтобы человек поднялся над собой.